Музыка Салом, я из Мартынцева Марина, я из Вечерской общины. Хочу сказать несколько слов, это благословенное место, потому что здесь очень много Бога, много братьев и сестер. Которые, Боже, они просто показывают свою любовь, Божью любовь. Являет Господь через братьев и сестер, через тех людей, которые служат на этом ретрите. И я очень благословлена, очень благословлена, потому что Господь, Он меняет меня, меняет и говорит мне в мое сердце. Это самое важное, потому что хочется, чтобы Бог говорил и чтобы Бог менял. И очень много вдохновений, потому что понимаю то, что происходит сейчас в Украине. Это как раз то время, когда Бог может сильно проявлять себя на этом месте. Я ожидаю от Бога очень много. Так что желаю всем того же. Прекрасный день сегодня, правда? Господь совершает великие дела и сегодня. Буду сегодня с вами снова говорить о культуре. Особенно о ценностях, которые составляют культуру церкви или организации. И если мы просто выразим эту мысль, прежде чем я поделюсь этими ценностями с вами, я хочу сделать такое простое введение, что есть определенные вещи, в которых мы убеждены. Это библейские вещи. И мы убеждены, что это часть нашей жизни. Неважно, что происходит вокруг. Это не мнение просто. Это не просто желание. Потому что мы можем менять наши мнения, наши желания. Но когда у нас есть убеждение, мы его не меняем. Однажды я слышал, как спикер сказал, мы умрем за наши убеждения. Но мнение поменяем. И я чувствую, что ценности и основания общины или церкви, они касаются убеждения. Что мы верим, что говорят небеса? Что мы верим, что говорит Слово Божие? И мы начинаем слушать Господа и собирать эти убеждения. И они могут стать ценностями нашей общины. То, что может быть убеждением вашим, или мое убеждение не обязательно будет вашим убеждением. У меня есть убеждение, и это моя ценность. И мы можем сказать, что это ценность номер один. К примеру, что Господь хочет восстановить поклонение на земле, как это на небесах. И мы называем это восстановление скинии Давида. Я не верю, что поклонение это всего лишь тишина, какая-то или тихое время. Но мы верим, что восстановление поклонения – это любые выражения, разносторонние выражения поклонения. И что Дух Святой будет направлять и приводить в порядок наши проявления славы Божьей. Я понимаю, что это тяжело принять некоторым людям. Особенно те, кто религиозный или имеют опыт в других церквях, они приходят в нашу церковь, видят, как мы поднимаем руки. И некоторые люди танцуют. Они видят, как люди плачут. Они видят, как люди проявляют какие-то свои таланты в театральном искусстве, в художественном искусстве, время поклонения. И им тяжело принять это и понять. Но это ценность, которую мы имеем. Мы верим, что то, что мы ценим, это то, что мы делаем или собираемся делать. Скажем, вы цените Господа. Вы будете показывать эту ценность? Или вы это будете хранить внутри себя. Это должно быть внутри. Потому что мы ценим Господа. Но если мы ценим Его, мы также проявляем это. Однажды молодой человек пришел ко мне в офис несколько лет назад. И он сказал, я нашел женщину всей моей жизни. Я поженюсь на ней. Ты не поверишь, как она выглядит. У нее самый прекрасный характер на свете. Она очень умная и образованная. Она может делать все, что угодно. И он продолжает, что он рассказывает. И рассказывает мне все характеристики. И рассказывает о ее характеристиках. Я был еще один брат, который купил новую машину. И ему пришлось вывезти меня на парковку, чтобы показать новую машину. И все, с кем он виделся, всем он рассказывал про свою новую машину. Тот первый, он ценил свою девушку или женщину, с которой он хотел пожениться. Второй ценил свою машину. И не было никаких сомнений в отношении того, что они думали о том, о чем они говорили. И наши убеждения, наши ценности. Находимся ли мы дома или в машине. Или на собрании церковном. Если мы ценим Господа, мы проявляем эту ценность. Мы показываем это. Это будет через улыбку, через аплодисменты, через то, что мы поднимаем наши руки. Через то, что мы танцуем перед Господом. Или танцуя, вот как мы здесь танцевали во время поклонения. Это убеждение. Это убеждение. Оно не изменится. Это не мнение. Это Божье Слово. Это то, что мы будем совершать на небесах всю вечность. Мы будем поклоняться перед престолом. Я не хочу, чтобы это была кардинальная перемена, когда я перейду с земли на небеса. Я хочу совершать уже здесь то, чем мы будем заниматься там. Некоторые люди будут очень сильно удивлены. Они попадут на небеса и будут уши затыкать в начале. Потому что будет очень громко. Я просто хочу рассказать вам эту историю. Один мой друг никак не показывал то, что он поклоняется Господу. Но я знаю, что он любил Бога. Он был хорошим даятелем в церкви. Он был хорошим даятелем в церкви. У него была прекрасная семья. Он очень любил ее. Но всякий раз, когда мы стояли и поклонялись, он просто стоял и не выражал никаких эмоций. Я думал, может быть, что-то с ним не так. Или, может быть, в каких-то его сферах были какие-то проблемы. Я взял его как-то на обед. И спросил, что происходит? Он спросил в ответ, что ты имеешь в виду? Я говорю, мы вот с тобой в церкви, и все выглядят так, будто они действительно наслаждаются служением. А ты просто стоишь. Как будто ты не заинтересован. Поэтому я подумал, что что-то у тебя не так. Может быть, в отношении к жене, к семье или что-то в этом роде. Он сказал, нет, я люблю церковь. Я говорю, ну, все поднимают руки, поют. А ты просто стоишь. И он говорит, да нет, я люблю церковь. Мне все нравится в церкви, у меня хорошие друзья там. Я люблю лидеров. Но ты должен кое-что понять. Я англичанин. И англичане, они очень консервативны. Просто стиснут губы и стоят. Но он говорит, я на самом деле наслаждаюсь. Я реально я. Правда. Я сказал, хорошо, брат, я верю твоему слову. Но около три недели назад, он пригласил меня к американской футболу. И спустя неделю, он меня пригласил посмотреть матч американского футбола. И у него были билеты как раз близко к полю. И уже игра заканчивалась, оставались считанные секунды. И нам не хватало буквально три очка на команде, за которую мы болели. И тот, кто побеждает в этом матче, они шли дальше в чемпионат. Это последние секунды игры. Постараюсь что-то объяснить про американский футбол. Ну, в общем, была кульминация игры, и игрок собирался бросить мяч. Ну, и как бы от этого зависел исход игры. И, ну, наша команда нуждалась в том, чтобы забить гол. И оставались, опять же, считанные секунды. И было два лучших игрока в этой команде. Они разыграли мяч. И в последнюю секунду забили гол. Не стоит даже как бы особо описывать, весь стадион встал. И начали кричать, очень громко кричать, что мы победили, мы победили. Стадион буквально взорвался. И мой друг был один из таких людей. Он скакал и орал, как ненормальный, что мы победили. И у меня было ощущение, что мне стоит просто посидеть. И я просто себе сидел спокойно. И он там скакал. И он так повернулся, посмотрел на меня. И спросил, а с тобой что не так? I said, nothing's wrong with me. He said, we just won the game. We're going to the championship. I said, he said, you're just sitting there. I looked at him and I said, well, I'm English. And you know, we English are rather reserved. И знаешь, мы англичане, мы консервативные. He looked at me and he grinned from ear to ear. And he said, pastor, I understand what you're saying. We will express our feelings toward what we value. Мы выражаем свои чувства в отношении того, что мы ценим, правда? We will praise what we value. And from that day on, that man was in the church, lifting his hands, singing every service. Worshiping God. Core value number two. This is a conviction. It's unity. Relationships have a first priority in the church. We believe in building relationships. And we're going to see to it that every disagreement has a way of being solved. When people have a problem with each other, we will deal with it in a timely and a biblical manner. So that we can keep the unity of the brethren together. to keep the unity of the brethren. Number three is excellence. We believe this comes out of Matthew 5.16 and we're not going to read it unless you want to read it. But in every area of ministry and every area of administration we want to be examples of the glory of God. And we don't see heaven as being less than excellent. We see heaven as being a very clean, orderly place. a place where we will be for eternity. And so we want to embrace this spirit of unity. I mean of excellence. And continually strive to do better. There was a young man that drove up to our to my office one day. And he said I would like to join the church and be one of the pastors here. I'd never met him before in my life. I said well we'll have to go through a certain a certain process of things. And one of the processes is that you'll have to wait a while and fill out an application. So I walked out to his car with him and as he got in I looked and his car looked like a trash basket. It looked like a garbage can. He had trash everywhere. In the back seat it was all the way up to the windows. Just hamburger wrappers. Coke cans. You name it. It was filthy. I said by the way there's no need to fill out an application. I don't think you belong here. There is not the excellence about your car. it is filthy. And he got angry and spent his wills and took off. Number four is humility. James 4.6 and you can look at that later. but the spirit of leadership will be a servant spirit. The higher you have an area of leadership in the organizational structure of leadership the more our rights decrease and our responsibilities increase. It means we really have to learn how to serve other people. I was on vacation with my wife several years ago and the Lord woke me up early in the morning about 3 o'clock and he took me to Matthew chapter 13 the last verse that said a prophet is not without honor a save in his own country and because of the lack of honor he could do no mighty work in Nazareth his hometown they just saw him as a common person this is Joseph's son we know his brothers and sisters who does he think he is he can't work all of these words no because they wouldn't honor him there was no humility in their lives and he was honored in Nazareth well I felt the same way I was going through a time in my life when I didn't think anyone loved me I didn't feel like anyone respected me at church I talked to my wife about it I don't know what to do it's like here I am in the church but there is no honor toward me so I went back to sleep I said Lord that's right you gave me the perfect scripture but I woke up again and I heard the same thing again a prophet is not without honor saving his own country in the downtown I said that's right went back to sleep I did this three times I couldn't sleep anymore so I got up and went to another room I pulled out my Bible and my word and my word processor I studied that scripture word for word I didn't get one thing out of it not one thing so I was ready to give up but my daily Bible reading was in Exodus 14 Exodus 14 so I just said I'll do my daily Bible study and as I read through Exodus 14 in three places the Lord said I am leading you out of Egypt and Pharaoh is following you with his army because I have hardened his heart so that I will get the honor so that the Lord and he said it three times and I said God I hear what you're saying now it doesn't matter whether anyone honors me or not I exist for one reason and that is to see that you get all of the honor you are honorable above all people and whatever I do it doesn't matter whether people think I'm good or bad doesn't matter whether people think I'm educated or dumb what matters is that what I do I want God to get all of the glory from what I do I want to walk in humility I don't want to brag about myself I don't want to tell people what all these things I've done unless it brings glory to God and it comes from a pure heart of not wanting to be bigger and not be better known but it comes from a heart to magnify the Lord and we can walk in humility number five is service number five is service you can read about this in Matthew 20 28 and John 13 that God has called us to demonstrate an attitude of servanthood therefore the function of administration are to serve and facilitate ministry policies policies exist to enable ministry to function effectively our focus our focus is on God our field of service is to his people and our programs only serve to facilitate the ministry to the people number six is faith faith Hebrews chapter 11 verse 6 without faith it is what impossible без веры угодить Богу невозможно to please God this takes hearing faith comes by hearing and hearing by the word so if we want to know what this verse means we look at the whole chapter Abraham was an example he heard from God he left his place of living and he went to a place that he didn't know where was that's faith Noah was told to build an ark right out in the middle of the desert it looked crazy but he had a word and he acted on that word and that's faith we believe that the church that that is a value of our congregation and though we will guard against presumption we will not be hindered by fear based on the circumstances that we see you understand we don't want to be presumptuous but we're not going to fear just because there's things in place that looked impossible number seven is equity 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 means that we will be committed to justice and the right treatment of all people james two one to four one to four we are committed to not show partiality to people we will be committed to listen to people and respect their opinion we will strive to remain above reproach when we're dealing with other people this is an example from my life that Sunday I had preached one Sunday I had preached I thought a good message but in the message I used an example concerning the Baptist denomination from which I came so on Monday morning one of the women came up to me and she said pastor I appreciated your word but I think you made a bad mistake it shocked me that this lady that I hardly knew would say this and the thought that ran through my mind was who is she to tell me so I listened to her and she said you used an example you used the Baptist as a bad example and she said it's my opinion that when you preach the word of God don't use denomination that you think might be wrong because there might be someone lost from that denomination in the congregation well I got really upset I looked at her and my face got red I got angry and I told her off I said huh yeah I said who are you to tell me how many times have you preached and what church have you pastored and how long have you been a Christian how would you know what's right and what's right and what's and I turned around and walked off I couldn't sleep that night so the next day I called and said could you come to the church building please and she came and her name was Charlotte I said Charlotte I want to ask your forgiveness for the way you I acted yesterday I want to make things right and you were correct I shouldn't use another denomination as an example because there may be someone there who needs to know the Lord who is from that denomination she just began to weep and something happened in our hearts toward one another and she's one of our best friends my wife and I is best friends to this day she's a she's a she's a professional photographer and everywhere I go she's going with my wife and I taking our pictures because I felt like that God was saying that I was to give her honor and that I was to humble myself before her give me just a minute and let me get back to my to my points I got excited there that has to do with equity number eight is compassion that we have compassion on people that we we have this conviction that we will express an attitude and a spirit of compassion and mercy to everyone it has to be with the spirit of not showing partiality in any way but we need to know that what we are saying is balanced with truth we have to know that we do not to show anything to people but we have to know our words have to be into truth we will love them and we will strive to strive our best to remain above reproach we will be outwardly focused with the desire to reach the lost to heal the sick and to restore the hurting number nine submission we embrace God's ultimate position of authority we believe that Jesus is the head of the church and we believe that it's God's plan for local delegated authority we will adhere to the principle of submission and to honor authority at all levels of the organization and we will operate within the integrity of our authority structure number ten number ten is generosity integrity number ten is integrity integrity means we will uphold all biblical standards for conduct integrity we will uphold all biblical standards for conduct and reputation for personal family life business family financial community and we will strive to remain above reproach in all areas realizing that we represent Jesus Christ and I think one of the most important things about integrity is our heart I know integrity has been defined many ways but I'm not fooling myself I don't believe that I can walk daily week by week and month by month without hurting other people but without losing the importance of integrity I believe that integrity has to be we live without intent to hurt anyone in other words I'm doing the best to live according to what I believe that God is with the revelation that I have that God has to be and that's what we believe about that it is like okay we don't have any intent to hurt anyone we don't have we don't have any intent to make a wrong decision we don't have any intent to make a wrong decision one of my pet peeves is this and I may be saying this to the wrong people but one of my pet peeves irritation and that is we're going to give the offering now or we're going to take the offering now it's okay with me if that's the way they want to use it but I see it I see giving as an opportunity being generous is actually an opportunity to invest in someone I don't want you to give so we can build a new church building I want you to invest in what is going to happen in that church building I don't want you to give so that we can buy a new computer I want you to invest in that computer knowing the difference that computer will make in the kingdom of God when I am when I am generous in giving I am investing in heaven I am investing in souls I am investing in reaching nations and give us an opportunity to invest in people and we we have to invest in people this is the basis of our generosity yes I am going to give but tell me I am investing in something we invest in businesses because we want to return but we invest in the kingdom because we want a return of souls number 12 it is kingdom centered this is the next to the last value it is kingdom centered number 12 kingdom centered means we are committed to advancing the work of the kingdom by recognizing and supporting other churches and supporting other ministries that God gives us an opportunity to cooperate with I know the denomination that I came from they did not intentionally tell us this but we thought we had the only missions ministry in the world I am serious I am serious we didn't think any other denomination had a missions ministry like that we didn't think they were doing anything obviously we didn't cooperate with anyone obviously we did not have a kingdom attitude obviously we didn't cooperate with any other Christian groups very often but God wants to give us a kingdom centered mentality and the last one the last value number 13 is that truth and spirit centered it be truth and spirit centered we're fully committed to be fully grounded in scriptural truth and fully empowered by the Holy Spirit the Bible is our final authority and the Holy Spirit is our guide and empowerment to reach God's destiny for us as a church now once these values are set in place we have a short way of maintaining and protecting it one is we want to teach every member that joins the church and we have classes for that years ago we had required 42 weeks of classes and during that 42 weeks we would discover what other people believed if someone came into the church and they had values that they would not surrender and those values were different from ours we had the opportunity to have a war it would be a cultural war because their culture would be different and we would discover that during those 42 weeks they filled out homework and we would read their homework for comments there were three couples one time that came together to join our congregation they knew each other really well and they believed in a doctrine called ultimate reconciliation they believed that everyone was going to be saved they didn't believe in hell they just believed that every person was going to be saved even the devil and all of his angels they were all going to be in heaven with us that was their doctrine well we discovered it in those classes and I thought it was so serious that I should be the one to go visit with them I made an appointment visited in their home I told them of the comments that they had made on their homework and I said is this really what you believe and they said yes we believe it strongly is there any way I could convince you by studying the Bible that you're wrong I asked can you believe your faith and they said no and I said we really appreciate you coming and looking at our congregation but there are many many other congregations in the Dallas Fort Worth area that you can join so please go find one of them but don't come back here with that doctrine because they weren't willing to change it was a value in their heart it wasn't our value and one day sooner or later we were going to have problems that's one of the ways we protect our culture and the last one is that we take all the staff every once a month we have all day staff meeting and we it's like a college it's like a school and you select the number you select the courses that you want to take and it all has to do with the value of Gateway Church if you want to know the DNA of Gateway Church you have to go through that if you're on staff you are accountable for your attendance because some staff comes on and they don't know what the church believes okay okay I know that every one of us wants unity it doesn't mean that all of us have to believe the same thing but it does mean that whatever congregation or organization that you're in we want to see heaven released through them if we love the people in that congregation then let's find out what the values are and let's line our heart up with those values we'll see greater unity than we've ever seen before in the church and that is what we want to do isn't it we want to win the world we want to win the lost we want to see Israel saved that takes unity that takes the church working together that we would not have fights in the church we wouldn't have fights in our congregation but that we could walk in the peace of the Lord and the power of the authority of the Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Christ that we can go forth as ambassadors that God has given us authority that that authority we walk in unity and it's like the oil that runs down from the beard Aaron's beard it's like the dew that flows down from Mount Hermon Psalms 133 it is in the place of unity that God commands the blessing and that's our desire God command the blessing upon your people Father I thank you for this opportunity I pray that we have each had something opened up to us that will make a difference transform our hearts give us a love for you like we've never had before and give us a love for the kingdom and the body of Christ in the name of Yeshua amen 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 God bless you be blessed be blessed I would like to пригласить хмельницкую общину так она уезжает сегодня пораньше прийти сюда вперед мы за вас будем молиться друзья я бы хотел бы также озвучить для всех присутствующих что один из лидеров хмельницкой общины тяжелом состоянии болен и просили молитву пашу пожалуйста саша тоже можешь выйти сюда все все вся община выходите таня таня давайте аллилуйя все кто приехали это не то что все каждый это не община здесь кто смог приехать да молодцы да это 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 жертва большая для них приехать и между прочим они приехали еще в субботу то когда их не служение они пожертвовали приехал сюда получить за многое и я скажу что они молодцы они молодцы во всем и я верю что их ожидает великое благословение я бы хотел бы сейчас наших друзей из америки прийти и помазать их елеем всех-всех-всех-всех-всех у нас там не сильно много елея где там у нас елей есть не сильно много но много вот за вас помолиться помазанием я все все нормально да да давайте давайте мы также станем почему поучаствовать в этой молитве я бы в первую очередь хотел помолиться за до наташу это сестра которая поднимая поднимала или участвовала в служении еврейским еврейскому народу и она была участником ха саде и бедным и нуждающимся участник нашей команды здесь в танцевальной команда хмельницкого у нее тяжелая стадия рака было время когда мы и за нее очень молились она была свободна от этого и я понимаю что сейчас сложно даже осознать это но это нужда сейчас очень серьезная здесь среди них ее сын я бы хотел бы что мы за за ней два и дать тро все три сына а вы стать здесь перед еще сава перестать теперь саша далее потом еще где он вася 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 о а И в радостные времена, и в тяжелые, когда нам обратиться, когда, кажется, есть лишь один путь небеса, и мы обращаемся к этим небесам, откуда приходит помощь и милость Твоя. Хотя жизнь человека – это как пар, поднимающийся на мгновение, Абон, эти мгновения для нас очень важны и очень цены. Мы просим, чтобы благословил Наталью сейчас. Господи, я прошу милости и облегчения, благодати, Господь, и укрепления в вере. Господь, может быть, и нам приходится идти этим путем, не осознавая, что это послужит другим. Но я прошу Тебя в эти минуты благословения, веры, надежды, надеяться на Тебя и получить Твое исцеление свыше. Когда нет ответа, когда врачи разводят руками, Господь, сверхъестественно, за одно мгновение, это все может остановиться. Мы в Твои руки, Господь, передаем Наталью, ее сыновей, ее внуков, Господь, весь дом ее, мужа, Господь. Я прошу благодать и милости для каждого. Я прошу, прикоснись к нам во имя Иешуа. Мы можем прожить за команда из Хмельницкой. Просто лейте руки. Лейте их, чтобы иметь свою свою культуру, чтобы развиваться культуру. Аллилуйя. Господь, мы просим, чтобы наша команда из города Хмельницкого, община Бойцимха, дом радости, имея свою уникальную, уникальную культуру, Господь. Я знаю, что она у них есть. Они дружелюбны. Они заботятся друг о друге. Они защищают друг друга. Господь, они служат бедным. Они служат евреям. Они служат в Хесаде. Они служат детям, Господь, в разных регионах. Те, которые больны. Те, которые даже служат тем, кто в психиатрической больнице. Господь, Ты дал им эту уникальную культуру. То, что определяет их как Бойцимха, дом радости. И пускай эта радость, она умножается. Пусть эта радость расширяется, чтобы утвержденные были эти опоры. Господь, чтобы этот центр ихней веры, надежды, эти ценности, которые у них есть, они были открытыми. Чтобы, Господь, люди присоединялись к этим ценностям. И я прошу, сделай их хат. Благослови их. Я также приглашу пасторов, служителей. Пожалуйста, давайте мы помолимся за них. Пойдите сюда. Леня, Наташа, Сережа, Миша. Давайте, десу. Кто там еще есть? Братья из служителей. Глава, Господь, прикасайся. О, благослови, Господь. Я прошу тебя, чтобы Господь твой руах он почитал на них. Почитать просто полег, ложился на них. И почитали друг друга, Господь. Почитали Господь. И уважали друг друга, Господи. Чтобы эти ценности, которые были сказаны в этом, в этом, в этой, в этом учении пастора Олана, чтобы они приобретались, чтобы они разрабатывались, чтобы они, Господь, просматривались, не определялись. Господи, я прошу тебя, благослови его охвину. О, наше бассейн, Абам. Еще в этом. О, аллилуйя, аллилуйя, да благослови тебя, Господь, и сохрани тебя. Да призит на тебя, Господь, светлым лицем своим, помилуй тебя. Да обратит свое лицо, Господь, на тебя и даст тебе, и даст тебе твой шалом, который приходит к нам. Шалом Божий, который приходит к нам, и мы приобретаем его не тем, что мы делаем, а по великой благодати, потому что он захотел, и он родил нас, он призвал нас, искупил нас, и мы его Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...